День Победы Димитров всегда славился своими боксерскими традициями, так что интерес к спортивному событию проявили множество борцов. Для участия в состязаниях съехалось больше 140 участников из разных уголков Донецкой области. На протяжении двух дней боксеры в возрасте от 10 до 18 лет сражались в отборочных боях, а 9 мая в День Победы состоялись финальные поединки. Приехали, значит, это Селидово, Украинск, Дружковка, Белозерск, Родинская, Волноваха, Крастормейск, Димитровцы наши и многие другие. Тут много боксеров и победителей Украины, победителей областного перенства, различных международных турниров и других различных городов. У нас их приехало еще 14 команд в Донецкой области. Весомый вклад в проведение турнира такого уровня в Димитрове сделал народный депутат Украины по 50-му избирательному округу Евгений Геллер. Городской голова Руслан Требушки надеется, что заручившись поддержкой депутата, наверняка удастся общими усилиями поднять развитие спорта в Димитрове и других населенных пунктах 50-го округа на новый уровень. Мы всегда достойно выглядели на областных, всеукраинских и международных соревнованиях. Очень приятно, что сегодняшний турнир был возрожден при помощи и при поддержке народного депутата Геллера Евгения Борисовича. Огромное ему за это спасибо. Я хочу сказать, что большую часть всех расходов он взял на себя. И я надеюсь, что этот турнир будет и в следующем году, и через год. И также наш депутат будет нас в этих начинаниях поддерживать. Второй юношеский турнир проходит именно в городе Димитрове, потому что этот турнир посвящен памяти героя Советского Союза Дударенко, который является жителем города Димитрово. Поэтому по обращению Федерации спорта города Димитрово народный депутат Украины Евгений Геллер принял решение спонсировать полностью проведение этих соревнований. Конечно же, очень знаменательно, что сегодняшние соревнования проходят именно в дни празднования Великой Победы. И это даст юным спортсменам, наверное, какой-то здоровый задор для участия в этих соревнованиях. Также поддержали проведение турнира местные предприниматели, предприятия города, а также Димитровский городской совет. Руководство Димитрово посодействовало в решении всех организационных вопросов, включая размещение иногородних спортсменов. Это спорт именно мужественных людей. Если есть некоторые виды спорта, которые смотрятся красиво, на них приятно смотреть, бокс – это все-таки тот вид спорта, который воспитывает мужество, отвагу в людях. Ну и я думаю, наверное, большинство боксеров являются именно истинными защитниками Родины. А как не поддерживать развитие такого вида спорта, я считаю, это невозможно. Отрадно отмечать, что все больше и больше ребят, юноши интересуются, увлекаются этим видом спорта, потому что бокс, он помогает развиваться не только физически, но и воспитывает мужские качества, учит защищать слабых. Пусть сегодняшние соревнования будут одной из ступенек для дальнейших побед. Юные спортсмены были полны желания победить. Ребята рассказывают, бокс выбрали потому, что хотят быть сильными. Но силу свою собираются применять исключительно в благих целях. Когда дерутся, я наоборот не принимаю, драки я их разбороняю больше всегда. Я решила заниматься боксером, чтобы защищать слабых и за себя спостоять. Мальчишки говорят, без веры в себя победы не видать. Поэтому на соревнованиях моральный настрой не менее важен, чем физическая форма. Я хочу занять первое место, и мне поможет эта уверенность. Я себе поставил цель, занять хоть какое-то место одно. А еще я приехал здесь с большими волнениями. Готовился усердно, сильно там тренировался. Удар тоже тренировал, все тренировал. Три дня увлекательных сражений и награды нашли своих героев. Победители соревнований получили памятные призы и грамоты от народного депутата Евгения Геллера. На этих соревнованиях я занял первое место. Победить было очень сложно, так как я с этим противником уже боксировал и проиграл ему. Но как-то сегодня, не знаю даже как получилось, но я выиграл. Вообще весь этот турнир, он был очень сложный, так как тут противники собрались высокого уровня. Ну и победа далась сложная, так как нужно попасть на отборочный, выиграть там полуфинал и финал. Ну а по результатам соревнований в копилке димитровских боксеров оказалось 10 золотых медалей. В активе красноармейских и добропольских боксеров 8 первых мест. Представители этих городов наиболее успешно выступили на турнире. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ